Елена Майорова, звезда советского и российского экрана. Актриса стала популярной после того, как снялась в кинофильмах «Скорый поезд», «Макаров» и «Затерянный в Сибири». До сих пор не утихают разговоры вокруг причин смерти 39-летней артистки. Елена родилась и провела школьные годы в Южно-Сахалинске. Семья принадлежала классу рабочих. Отец работал на автобазе, а мама трудилась на мясокомбинате. А сама девочка с детства мечтала только о сцене. Уже в 9 лет Лена стала посещать театральную студию при Дворце пионеров и утвердилась в мысли, что быть актрисой – это тот жизненный путь, который она для себя хотела бы. Молодая девушка из далекого Южно-Сахалинска приехала покорять столицу и попыталась поступить в несколько театральных вузов, но не поступила не в один. Проучившись в строительном ПТУ один год, опять подала документы и в этот раз судьба ей улыбнулась. Ее взял к себе на курс Олег Табаков. С 1983 года Елена становится ведущей актрисой МХАТа. Олег Павлович вспоминал, что когда они случайно встречались, Елена просила забрать ее к себе. Неизвестно, почему так вела себя актриса, ведь у нее в театре были все чеховские роли. За год до трагедии Олег Ефремов, влюбленный в Елену, сделал ей официальное предложение, но получил отказ. На тот момент актриса была замужем и сказала, что любила мужа. Обозленный, он начинает придираться к Майоровой, гоняет ее так, что дело доходит до истерики. Через некоторое время страсти утихли, Ефремов смирился, и они просто остались друзьями. Елена Майорова была замужем дважды. Первым супругом стал однокурсник по театральному институту Владимир Чеплыгин. Но этот союз оказался непрочным. Во второй раз Майорова вышла замуж за сына генерала, любимца девушек, художника Сергея Шерстюка, который невероятно сильно полюбил актрису. С Сергеем артистка прожила до последнего дня жизни, а вот детей у пары так и не было. Елена потеряла возможность иметь детей еще до учебы в ГИТИСе. Работая часами на морозе, девушка получила сильное воспаление. 23 августа 1997 года Елена Майорова решила прополоскать горло керосином для улучшения голоса. Капли горючего вещества попали на шифоновое платье. Выйдя в подъезд дома, чтобы покурить, актриса неаккуратно бросила спичку, которая и стала причиной возгорания ткани. Не сумев самостоятельно потушить огонь, Елена бросилась на улицу. Актриса успела добежать до служебного входа в театр имени Масовета, который располагался во дворе ее дома, но на пороге лишилось сознания. В больницу при институте Склифосовского актриса поступила уже с ожогами на 85% поверхности тела. Вернуть Елену к жизни медицинские работники не сумели. По официальной версии, эта трагическая смерть признана несчастным случаем. Но родственники, знакомые и соседи настаивали на своем мнении, которое основывалось на том, что Майорова уже несколько раз в течение последнего времени снимали с подоконников окон, с подножек мчащихся поездов, а однажды даже нашли у актрисы пистолет. В церкви сразу не хотели ее отпевать. Считали, что она совершила самоубийство. Но Сергей, муж актрисы, поговорив с патриархом, убедил его, рассказав, что когда Елена бежала, объятая пламенем, просила о помощи. Значит, она хотела жить. Актрису отпели в храме Большого Вознесения. В тот день, 23 августа, Елена бесконечно слала по пейджеру одни и те же слова. «Приезжай, я умираю». Адресовались они не мужу, а молодому артисту Олегу, который был младше ее на 12 лет. Шерстюк пережил супругу только на 9 месяцев, скончавшись от рака. Последней картиной художника стала полотно «Ты и я», посвященная его любви к Елене. Оба супруга похоронены на Троекуровском кладбище.